Можно сколько угодно молиться за пробуждение, но оно не придет, если не разобраться с определенными вещами. То есть есть конкретные вещи, которые это удерживают. И Господь точно хочет с ним разобраться, может с ними разобраться. И Духом Своим может нам открыть и показать, с чем непосредственно нужно разобраться. И сейчас вот с одним из таких духов мы будем разбираться. И это Дух Мамоны. Я уже в первой сессии как бы упомянул, что, на мой взгляд, я не знаю, я не буду утверждать на все 100%, не скажу, что Бог мне сказал, что это конкретно главный дух в этом городе. Но я абсолютно точно уверен, что это один из основных духов тьмы, который держит этот город в своей руке. Это очевидно, соответственно, из того, что происходит в Москве. Потому что вот кто-то из вас приехал в Москву на Пенуэлл пробуждения, но вас не так много, кто приехал на Пенуэлл пробуждения. Слава Богу за каждого из вас. А большинство людей едут в Москву для того, чтобы, соответственно, зарабатывать деньги, чтобы стать успешным, чтобы добиться чего-то в жизни. То есть этот город, он как бы зовет людей, которые хотят реализовать себя, которые хотят там как-то войти в свое, может быть, призвание, которое они не понимают, не знают. И он их зовет. И здесь очень много людей. Я сам один из таких людей, который приехал сюда когда-то, потому что, соответственно, ну, что мне делать в своем маленьком городке? Что мне там ловить? Надо ехать покорять Москву, как вот молодежь, да, едем покорять Москву. И как бы Москву покорить в этом отношении невозможно. Москва покоряет людей, вот берет и покоряет просто. И делает их зависимыми от того, что в этом городе происходит. И у этого города, ну вот, определенного рода духи, здесь достаточный уровень... Ладно, это сейчас долго, короче, с Мамоной будем разбираться. Я выписал несколько проявлений духа Мамоны. Как она, как этот дух проявляется. И что нам сейчас важно сделать? Мы сейчас будем это делать от лица Москвы, но нужно сделать это прежде всего в своем собственной жизни, в своем собственном сердце. Потому что всякая духовная война, она может быть побеждена только тогда, когда в нас нет закваски какого-то конкретного греха или духа. Если во мне есть какие-то проблемы в какой-то сфере, я не могу выходить на войну против какого-то духа, которому я подвластен, которому я иногда подчиняюсь. У него, соответственно, будет больше власти в этом отношении. И поэтому, чтобы разобраться с духом Мамоны, нам сейчас очень важно посмотреть прежде всего на себя, на свою жизнь. Я буду читать, как он проявляется, и, возможно, вот эти семена просто искоренить. Проявление духа Мамоны. Понятно, в принципе. Жажда денег. Большего количества денег жажда наживы. То есть человек жаждет денег. Жаждет денег и жаждет больше денег. У него может быть мало денег, и он хочет денег. У него может быть много денег, и он все равно хочет денег. То есть деньги — его ключевой побудительный мотив в жизни. Его жизнь сосредоточена на том, то есть деньги — его ценность. Деньги — это то, что он хочет. То, ради чего он действует и живет. И вот здесь не нужно обманываться в том отношении, что только у богатых есть дух Мамоны, они подвластны духу Мамоны. Потому что много, очень много, на самом деле, людей небогатых и даже бедных, они как раз подвластны духу Мамоны. Потому что, когда мы, например, вот, ну, то есть, если для нас работа на первом месте, вот работа, когда бог призывает к чему-то, нас там, куда-то поехать или что-то сделать, или, в общем, мы подстраиваемся под работу. Мы не подстраиваемся под то, что говорит бог, мы подстраиваемся под работу, потому что боимся потерять обеспечение, и это тоже, в том числе, крючочек духа Мамоны. Там, понятно, есть еще и дух страха, но в целом духи, они действуют в совокупности, но это вот один из элементов. Человек жаждет денег, ему нужны деньги, его ценность — это деньги. Это первое проявление духа Мамоны. Измерение успеха через количество финансов. Ну, вот в нашем городе оно, да, как бы, если ты на каком-нибудь Ферраре, понятно, ты человек успешный. Если ты на Жигулях выехал на улицы этого города, не совсем понятно, что ты здесь забыл, откуда ты приехал, что ты тут делаешь. Ну, Жигулей нет, а кто-то же, понимаете, он даже не купит себе Жигули, потому что это слишком стрёмно в Москве быть на Жигулях. Лучше я на метро поезжу, чем на Жигулях. То есть деньги как показатель того вот моего успеха. Если у меня есть деньги, хорошо. Если у него есть деньги, то есть человек меряет все критериями того, у кого что есть. Если у кого-то чего-то больше, значит, он вот, мы его уважаем, мы его почитаем. И, друзья, это и в церкви, как бы, знаете, когда, особенно в небольших церквях, где есть там 2, 3, 4, 5 ключевых даятелей бизнесменов, и, как бы, чуть ли не они управляют церковью, потому что, не дай Бог, потерять хоть кого-то из них, чем мы будем платить за аренду и так далее. И это есть и в церкви. И в церкви люди смотрят друг на друга, там, в некоторых церквях точно, да, кто во что одет, и по вот этому социальному этому общаются. Так, ну ты вот вроде бы приличненький такой, давай мы с тобой будем иметь дело, а это какой-то полубомж, не, это не мой. Вот, поэтому измерение успеха количеством финансов, это проявление духа мамоны. Упование на деньги, это вот эти безопасности, знаете, когда человек, он, ну здесь дух страха точно тоже примешан конкретно, но в целом человек уповает на деньги, есть у него деньги, он чувствует себя защищенным, вот, хорошо ему, нет у него денег, ему прям плохо. И здесь враг, он очень искусно дает, в принципе, хорошие вещи, там, типа, может быть, инвестирование каких-то вложений и так далее, и каких-то там подушек безопасности, ну то есть много чего, как бы, типа, такого вроде как логичного и правильного, но враг это выкручивает так, что люди, они, ну сейчас мы дойдем до этого, они становятся жадными, они не жертвуют. Я читал тут, сегодня наткнулся где-то на такой интересный момент, в Америке, представьте себе, церковь меньше жертвует на миссию, то есть Америка в целом как страна христианская, по сути, ну вот в ее, да, самая богатая страна, ну сейчас там может быть Китай еще, но суть в том, что очень богатая страна на миссию жертвует меньше, чем тратит на жевательную резинку. То есть американцы больше денег тратят на жевательную резинку, чем на миссию. И я не знаю, на самом деле в России, я сомневаюсь, что там сильно по-другому. Вот, поэтому идем дальше. Упование на деньги, материализм, богатство выше, чем духовность, семья, взаимоотношения с людьми. То есть, опять же, это отчасти то же самое, но вот деньги реально как ценность. То есть лучше я поимею выгоду, чем хорошее взаимоотношение с человеком. Лучше я у него чего-то там отожму или отстаю свою правду. Зачем мне человек? Мне нужны деньги. Зачем мне отношения с этим человеком? Мне нужны деньги. Людей много, денег немного, а людей-то много. Лучше я с этим там этого кину, этого подставлю или этого прижму. Знаете, когда, допустим, взяли у вас в долг там 1100-1200, а вам очень нужны эти деньги, вы сами не знаете, что взять, откуда взять. И вот это вот, так, как же вернуть эти деньги, ну какой он негодяй, давай мы будем его, молиться за него будем, чтобы он отдал. Такая максимально христианская обертка вот этого вот действия. Боже, пусть он мне отдаст. Мне когда-то вот поделюсь прям, представьте себе, я в один день сказал, Дух Святой, я буду тебе во всем послушен, буду во всяком случае стараться. На следующее утро я просыпаюсь, мне Бог говорит, прости все долги людям. Ну, а их было немало, вот прям немало. Я тогда бизнесом еще занимался и, ну люди были счастливы. Халилюя. Кто-то с трудом поверил, ну, слава Богу. Да, спасибо, Господь. В общем, материальное самое важное. Семья меньше важна, Бог меньше важен. То есть у нас какие, прежде всего, у нас Господь, да, первая ценность. Потом там, ну, семья, допустим, да, взаимоотношения с людьми. Но для человека, подверженного Духу Мамоны, для него самое первое – это деньги, для него самая первая – это работа, это карьера и все вот это. Это Дух Мамоны. Дальше. Роскошествование. Роскошествование. Вот когда, допустим, ну, это очень в России, вот этот олигархат, он проявляется через это в том числе. И, опять же, не нужно думать, что только с олигархами что-то плохо, это в целом просто зависимость от духа. То есть, если, допустим, у меня есть там, ну, шикарный стол, вот у меня прям шикарный стол, все самое там дорогое, а мой брат давится там, какими-нибудь сухариками рядом сидит, то, ну, вопрос, я вообще как себя чувствую? То есть, я буду делиться с братом, я буду заботиться о брате своем? Или, да ну его, это, ну, как бы, я ж крутой, я заработал, он не заработал. И вот здесь вот это роскошествование. То есть, человек, он, вот эти все ресурсы, которые к нему приходят, благодаря в том числе Господу и прежде всего Господу, он использует не для того, чтобы нести благо людям, не для того, чтобы давать, не для того, чтобы сеять, не для того, чтобы благословлять церковь, а для себя. Просто для себя. Он покупает себе, там у него, какой сейчас последний айфон, я даже не знаю, никогда их не было, уже 14 про. Вот у него 13-й айфон, выходит 14-й, у его брата во кресте, там, я не знаю, надо вот так вот тыкнуть пальцем в эту кнопку, чтобы она заработала, но, ну, пускай брат там себе зарабатывает, я себе лучше куплю 14-й новый айфон. То есть, роскошество, вот роскошь, хочется еще красивее, еще лучше, и вот все, все, все себе. Мне кажется, апостол Павел бы, извиняюсь за выражение, сблевнул от вот этого вот роскошествования. Если бы он увидел вот эти вот дома, машины и вот эти вот моменты, ну, опять же, это неплохо, но это плохо. На самом деле, если ты, ну, если ты вот, если вот ты такой, то это реально плохо. Я не знаю, честно, вот как можно, допустим, покупать себе там 2-3-4 машины, если, ну, реально столько нужды вокруг. Сложно разуть глаза, что ли, и увидеть, что вокруг тебя почти все нуждаются в чем-то намного больше, чем ты во 2-й, в 3-й, в 10-й машине или в 14-про айфоне. И вот это вот все подверженность духу мамоны, роскошествование. И дальше еще один проявление — это жадность. Жадность. То есть человек становится жадным, для него важны деньги, и он не хочет расставаться с деньгами. Он не хочет расставаться с деньгами. Он видит, что кто-то жертвует 2 лепты. Ну, 2 лепты — хорошо, я больше пожертвую, я пожертвую 3. Ничего, что у нее всего 2 лепты, а у тебя 3 замка там за океаном. Но я вот тоже жертвенный человек. То есть жадность. Когда мы не можем отпустить что-то от себя, когда мы зажимаем себе, когда мы просто жадные. И вот это вот все, друзья, дух мамоны. Дух мамоны делает людей коварными, злыми и эгоистичными, лишенными сострадания. То есть они сосредоточены на деньгах, для них не важны становятся люди и взаимоотношения. Поэтому в Москве так легко, на самом деле, увидеть человека, который там может лежать на улице, и непонятно, что с ним происходит, и мимо него ходят потоки людей. То есть представьте себе, чтобы это было где-то, ну, я не знаю, там, в Нальчике или где-нибудь еще. Ну, то есть такие вещи просто в каких-то городах, селах, может быть, странах, они просто невозможны. Потому что, ну, человеку плохо, ты что, не видишь? Ну, я же иду зарабатывать деньги, как бы, я же, что, кто это вообще лежит? Я солидный человек, не должно мне подходить и трогать кого-то, кто воняет мочой или еще чем-нибудь. Поэтому дух мамоны делает людей коварными, то есть они плетут интриги, они вот такие вот хитрые, злыми и эгоистичными. Это все дух мамоны. И, друзья, коротко вот как раз об истории Москвы, потому что, ну, в Москве этот дух очень серьезный. Очень серьезный этот дух в Москве. И нам, вот, опять же, победа в духовной войне, прежде всего, в том, когда мы живем в противоположном духе. Не просто, когда мы, я связываю дух мамоны. Хорошо, ты лучше пожертвуй денег, ну, образно говоря, там, помоги брату своему, освободись от жадности. И тогда ты побеждаешь дух мамоны. То, что ты связываешь дух мамоны, будучи зависимым от духа мамоны, как бы, погоду не делает никому. Я упомянул уже чуть-чуть вот историю Москвы. Здесь были небольшие села на территории современной Москвы, которые принадлежали Суздальскому боярину Кучка. Фамилия была Кучке. Москва первое время даже носила второе название Кучкова или Кучков. То есть вот так вот она называлась, когда-то была вторым названием. И потом разные истории ходят, как это было. Либо Юрий Долгорукий пришел и основал там Москву чуть-чуть рядышком. А потом казнил Кучку и забрал вот эти все села. Либо просто он был здесь проездом, посмотрел на эти земли, подумал, прикольные земли. Прикончил Кучку и забрал эти земли себе. То есть вот так вот, по сути, ну, то есть у Москвы более глубокая история. Но мы не знаем, как там Кучка это все образовывал. Но вот из того, что мы знаем, это Юрий Долгорукий, основатель Москвы. По факту он отжал Москву у человека, который ее построил. И это в том числе, ну, это не только дух Мамоны, но это дух Мамоны. Он увидел то, что ему понравилось. Он увидел, он захотел этим завладеть. И у него была вот такая вот еще политическая власть, да, и он просто завладел. Поэтому мы с вами сейчас будем каяться в определенных вещах в этом отношении. Наверняка тоже вы слышали такое имя, как Велес. Да, вот Велес. Это языческий типа бог, который вот в язычестве на Руси, ну, самый популярный, самый известный. Есть Перун и есть вот Велес. И интересный момент, что вот этот Велес, он тоже ответственный как раз за деньги. То есть я бы назвал Велеса, как, знаете, проявлением духа Мамоны в языческой России на тот момент. То есть вот было язычество, и Велесу как раз поклонялись для того, чтобы были деньги. Для того, чтобы были деньги. И что я хочу вам здесь показать? Вот смотрите, это Москва. Карта Москвы, причем не вся Москва, ну, вот какая-то центральная часть. Здесь 12, уже 12 компаний, просто даже с названием Велес. То есть эти 12 компаний названы в честь языческого бога, который отвечает за деньги. И, ну, эти компании занимаются чем угодно. Там есть детские учреждения, там есть чисто оккультные какие-то эти. То есть любого рода, вот просто любого рода, какой бизнес ни возьми, Велеса в куча. И это, друзья, это не все. Вот чтобы было понимание, это просто в определенном моменте приближенная карта, и не вся карта Москвы. Я думаю, что таких не меньше 100 организаций только в Москве. С названием языческого бога, который отвечает за деньги. И это, опять же, проявление духа Мамоны конкретно. Потому что эти люди, они назвали так свои компании, очень не просто так, скорее всего. Кто-то, может быть, и назвал просто так, но в этом, ну, ничего просто так не бывает. Мы еще доберемся потом до коммунизма, потому что, если мы посмотрим на Россию, она просто пропитана коммунистическими названиями до сих пор. Но сейчас мы говорим о Мамоне. И вот следующая картинка, смотрите, район, просто наш район. Район Сокольники. Мы еще чуть-чуть приближаем эту картину. Даже вот здесь, вот мы с вами находимся, вот где-то вот здесь, да, мы находимся? Смотрите, вот здесь вот рядом с нами три Велеса. Только рядом с нами, только вот здесь вот в Сокольниках. То есть, если приближать Москву конкретно, вот с той стороны метро, там вот метро, где Вознесенский храм. Велес прям конкретно там какой-то магией, эзотерикой занимаются ребята. Потом вон тот Велес, который в Сокольниках, это детский какой-то культурный центр. И вот еще один Велес, который продукты питания продает оптом. Это все рядом с нами происходит. И это все зависимость от Духа Мамоны. Это все Дух Мамоны в различных облачениях, в различных его проявлениях. И поэтому сейчас мы с вами будем просто приносить покаяние за себя, просить, чтобы Дух Святой нам показал, в чем нам нужно покаяться в этом отношении. И потом просто попросим Господа, чтобы это закончилось. Господь наш, во имя Иисуса Христа, мы сейчас приходим к Тебе, наш Бог. И мы исповедуем своими устами, мы веруем своим сердцем, что Ты наш Господь, единственный Господь наш. И мы просим у Тебя прощения за любую подверженность Духу Мамоны, Духу этого мира, который в Москве является сильным. Боже, и мы говорим, что мы отказываемся быть под Его властью. Мы отказываемся поклоняться Мамоне. Мы отказываемся, Боже, быть жадными. Мы отказываемся быть роскошествующими. Мы отказываемся быть зависимыми от денег. Иметь деньги наивысшей ценностью своей. Боже, мы отказываемся от этого. Мы просим у Тебя прощения, если что-то из этих плодов, оно закралось в нас. Если мы каким-то образом, Боже, поклоняемся этому Духу. Прости нас и помилуй, Царь. И пусть придет совершенная свобода. Совершенная свобода от этого Духа, прежде всего, в теле Христа, в каждом из нас. Мы просим у Тебя прощения от лица Церкви, Царь. За то, что так много влияния Мамоны в Церкви даже. Боже, прости нас. Прости и очисти тело Твое. Прости и очисти Церковь Москвы. Боже, от любого лицеприятия. От этого лебезятничества перед бизнесменами, перед богатыми людьми. Боже, очисти во имя Иисуса Христа. Очисти во имя Иисуса Христа. И сейчас, Отец, от лица Москвы, от лица Москвы, как священники в этом городе, мы отрекаемся от Духа Мамоны. Мы отрекаемся от Духа Мамоны, мы отрекаемся от влияния Духа Велеса, этого псевдо-бога. Мы отрекаемся во имя Иисуса Христа. Мы отрекаемся во имя Иисуса Христа. Мы разрываем все эти контракты, заключенные с Мамоной, заключенные с Велесом, во имя Иисуса. Отец, мы у Тебя просим прощения за историю Москвы. За то, что Божия брала то, что ей не принадлежит. За то, что была местом, которое просто стяжает. Прости, Господь. Мы приносим Тебе покаяние за предыдущие поколения. Мы приносим Тебе покаяние, Отец, за Юрия Долгорукова, который убил этого боярина. Боже, прости во имя Иисуса. Прости во имя Иисуса и очисти Москву от влияния Духа Мамоны, Господь, от влияния Велеса. Пусть, Боже, ни одного названия на карте Москвы не останется с именем этого Духа во имя Иисуса Христа. Отец, сотри. Сотри это имя. Во имя Ишуа с карты Москвы. Сотри это имя с карты России. Во имя Иисуса Христа. Сотри его, Господь, потому что Ты один Бог. Пусть не прославляются какие-то языческие демоны, Боже, в нашем городе. Пусть прославляется Иисус Христос. Пусть прославляется Ты наш Царь во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Твое Царство, силу и славу. Боже, мы провозглашаем, что Москва, она свободна от Духа Мамоны, от его влияния во имя Иисуса. Мы провозглашаем это сейчас. Боже, и мы знаем, что у Тебя есть вся сила, чтобы свергнуть проявление этого Духа. Мы просим Тебя сейчас. Отец, свергни его. Свергни его с престола Москвы. Потому что Москва это Твой престол. Москва престол Ишуа. Москва престол Агнца. И никакая Мамона не может восседать на этом престоле. И никакой другой Дух также не может. Но сейчас, Отец, свергни Дух Мамоны. Пусть он падет во имя Иисуса Христа в нашем городе. Пусть он падет во имя Иисуса Христа в нашем городе. Боже, освободи. Освободи Москву от Духа Мамоны. Освободи, Отец, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, что прямо сейчас по этой молитве Ты, Боже, отвечаешь. Ты высвобождаешь то, что необходимо высвободить. Боже, спасибо Тебе.